Дом деревянный и гнилой Конечное хождение по инстанциям результаты не принесли, жалуются жители. По их словам, чиновники отмахиваются обещаниями и проблемы остаются нерешенными. Единственное, что сделали представители коммунальной службы, это косметический ремонт фасада здания. Но, учитывая состояние дома в целом, ни к чему хорошему это не привело. Потолок упал в одной комнате, потолок упал в другой комнате. В нашем подъезде потолки падают. И мы сами молчимся, подбиваем, стелим новые доски, штукатурим, клеим эту плитку, покупаем каждый год из года в год. Так и живут люди, постоянно латая дыры. Чтобы хоть как-то облагородить свой дом, жильцы пытаются делать ремонт, ухаживают за подъездом, но все впустую. Здание гнило изнутри. Спустя короткое время все снова рушится и возвращается на круги своя. Вот это вот место у меня начало осыпаться внутри что-то. Я в ЖКО пошла, вот это вот стало, у меня рухнуло. Вот это вот, я каждый день выметаю, вот это вот все встаю. Они начали кирпичи сверху разбираться, она опять начала сыпаться. А вот эти вот камни валяются. Смотрите, вот эти вот камни тоже валяются. Мы уже кирпич туда подсадишь, но не рухнула эта стена. В прошлом году жильцы вновь обратились в администрацию. Их просьба, говорят арчане, опять осталась без ответа. Нам пообещали, что нас переселят, но с условием, что каждый год переносится, переносится срок переселения. И в результате нас приехали снаружи, косметический ремонт сделали и сделали ремонт подъездов. И сказали, что переселение снова переносится и лет 10 вы еще поживете в этом доме. В деревянном доме, помимо всего прочего, нет воды. В случае пожара, который принимая во внимание состояние строения, вполне вероятен. Жильцам придется туго. Хотя, грустно шутят они, может быть в этом случае ситуация сдвинется с мертвой точки. По словам директора ЖКС-4, который обслуживает дом, с 2008 года здание включено в программу «Ветхое жилье». Но когда произойдет долгожданное переселение, неизвестно. Жилищный сервис делает все возможное, чтобы привести дом в нормальный вид, заверила Нина Абрамова. Но здание все равно продолжает рассыпаться прямо на глазах. Лола Самадова, Николай Исаев, служба информации ТРК Евразия.